Приветствую всех дачников! Сегодня 4 сентября, 21 год, Центральная Украина. Вы мне в последнее время начали спрашивать, почему трескается ягода на виноградах, тот или иной сорт. Есть некоторые сорта формы, сорта или гибридные формы, которые трескаются изначально, потому что у них очень тонкая шкурка. С одной стороны это и хорошо, шкурка практически не ощущается, но с другой стороны это большая беда. У некоторых даже Надежда Азос, вот у меня растет Надежда Азос, какая в мешочках груз, какая не в мешочках. Она у меня практически не трещит, даже с небольшим перегрузом, кажется, две грозди на такой побег. И не трещит, как вы видите, грязная, вымазывается от ливня, отскакивает капли дождя грязной и не трещит. В этом есть несколько причин тоже не треска. Во-первых, это плотная шкурка, во-вторых, не перегруз. Если перегруз, радикальный перегруз на кусту, тогда в любом случае не хватает питательных веществ, кальция в частности. И начинает шкурка быть тонкой, и начинается треск. И со всеми вытекающими осы, пчелы. И перед этим, конечно, клюнут птица. Не понравится, улетит. Если вот наверху на усике или же на пасынке гроздь растет, она еще не годится, не созрела. Птица прилетела, клюнула, она не понравилась, кислая, улетела. И через недельку где-то, возможно, лучше набирает сахар. И начинается мошкара, ганель, и пропадает вся гроздь. Еще по каким причинам начинает трещать виноград. В частности, велес тут у меня. Это тоже из-за тонкой шкурки и из-за черного пара. То есть, если у вас виноград растет без газонной травы, допустим. Или без другой травянистой растительности. Будь то клевер или другая какая-то трава газонная. Газон или трава любая впитывает в себя лишнюю влагу, которая им необходима. И испаряет тоже избыток. Я так думаю, вероятно, процентов 40 поглощает излишко трава. У меня надежда Азос никогда не трещала. Товарищ мой в Днепропетровске, испарь Днепропетровска, рассказывал, что у него трещит надежда Азос. И буквально недавно кто-то мне писал тоже, трещит у меня надежда Азос или нет. Отвечаю, не трещит. Еще по каким причинам может треснуть виноград, это Аидиум. Если ягоды поражены Аидиум, тогда начинается треск и семена, косточки вылазят наружу. Такая улыбка виноградной смерти, как кто-то мне недавно говорил. Виноградная смерть. И еще из-за этого, соответственно, нужно, конечно же, обрабатывать своевременно, вовремя. Лучше профилактически, чем потом кусать локти и не знать, что делать, уже, как говорится, поздно бить боржоми, если гроздь подцепила гроздевой Аидиум. Тогда она просто срезается и выбрасывается на компост. Зато у вас будет много компоста. Шутка, конечно, черная, но от этого никуда не деться. Бывает и такое. Бывает из-за чрезмерных ливней напитывается влагой весь куст. Даже если вы замульчируете, или же газонная трава будет под виноградником, а куст склонен к треску, виноградный куст будет впитывать влагу через листья, через побеги, через пасынки. И тем самым тоже будет тот же эффект. Поэтому изначально выбирайте сорта формы или гибридные формы, выбирайте, которые изначально не трещат. Ну и естественно, конечно, лучше всего читать форумы, общаться с виноградарями. Те, у которых уже набитые шишки, они вам подскажут, какой виноград лучше не сажать, а какой достоин вашего внимания. Если вам видео понравилось, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.